Родину защищать не могут, но букви закона перечить нельзя. Напомню, в одном из прошлых выпусков мы рассказывали о челнинце Сергея Сиддикова, инвалиде первой группы с рождения, которому пришла повестка явиться на допрос как уклонисту от службы в армии. Ситуация возникла из-за переезда. Молодой человек сменил адрес и не встал на учет в военкомате по новому месту жительства. Как быть Сергею Сиддикову и нужно ли проходить медкомиссию другим инвалидам призывного возраста? А так у вас какая группа? Первая. С детства получается? Да. Сергей Сиддиков слепой от рождения инвалид-колясочник. Он живет в Замеликесии, которая относится к комсомольскому военкомату. Однако на учете там молодой человек не состоит, поэтому и числится в общей базе как уклонист. Чтобы избежать проблемных ситуаций, начать ему советуют с постановки на учет. Ему необходимо сняться с военского учета военной комиссии, где он стал на военском учете и встать на учет. Предоставить медицинские документы о наличии инвалидности, после чего будет определена категория годности к военной службе и принято решение призной комиссии района об освобождении гражданина от призыва на военную службу. Такую процедуру в военкомате обязывают проходить всех подростков-инвалидов, в том числе и с диагнозом ДЦП. Это вызывает массу недовольства у родителей и опекунов. Вопрос о военном призыве на военную врачебную комиссию детей инвалидов с диагнозом детский церебральный паралич. Самое интересное, звонят и передают через школы, через преподаватели, через детские поликлиники, как угодно. По мнению президента фонда Дети ДЦП, военкоматы просто не хотят идти навстречу инвалидам, вынуждая являться на медкомиссию. Но, как говорят военные, подтвердить состояние здоровья обязывает закон. Однако сделать это можно и заочно, предоставив документы. Все равно законодательство обязывает граждан, имеющих инвалидность первой группы, постоянную инвалидность, инвалидность детства. В 17 лет это постановка на воинский учет, а в 18 лет они обязаны предоставить все документы. И решением призной комиссии они освобождаются от призыва, им выдается военный билет, ставится печать в паспорт о том, что они освобождены от призыва. Предоставить военкомат акты, подтверждающие инвалидность молодого человека, может не только он сам, но и его законные представители, например, родители или же организация. Однако избежать полностью подтверждения своей инвалидности на призыве невозможно согласно закону. Виктория Евсеева, Эльнар Мустафин, Челны, 24.